МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем добрый день! Здравствуйте! Мы представляем компанию Биотехагра. Меня зовут Дегтярева Марьяна Юрьевна. Мы работаем с КФХ Юзефов уже третий год. Я буду стараться, чтобы погода не мешала, но как-то постараться сказать все. Значит, начали мы с чипсового картофеля ВР-808. Это еще в 2021 году. Так как наблюдалась положительная динамика, мы продолжили наши опыты. И в 2022 году мы уже работали на чипсовом картофеле ВР-808 и уже продовольственный картофель Алоэд. На данной таблице вы видите результаты, которые мы получили по прошлому году. Прошу вас обратить внимание на цифры по урожайности и, самое главное, еще по затратам. Что мы делали? Мы вносили вместо химического фунгицида, мы работали биологическим фунгицидом. И, кроме того, еще у нас был биологический инсектицид. Вся остальная система питания и все другие мероприятия, как традиционно в хозяйстве, оставалась прежней. Ну, по истечении опыта, конечно, мы подбили результат и увидели вот такие вот цифры. Также мы работали и по луку. Это был у нас и трой лук, и также был яровой лук АМ-30 и Голд-100. По луку то же самое. Мы работали вместо химического фунгицида и инсектицида работали биологическими препаратами. Прошу вас обратить внимание, вот следующий стенд. Здесь представлены схемы, на которых отражены препараты, которыми мы работали. Здесь указаны цены уже этого года, также указаны фазы развития растения и в эти фазы, каким количеством препаратов мы работали. Теперь, уже наступил 2023 год. Мы продолжили свою работу. И уже, как бы, кредит доверия у нас уже был побольше. И, естественно, площади были побольше. Если здесь указаны 2 гектара, 4 гектара, то в этом году мы уже приступили к площадям 90 гектаров. Что хочу сказать. В этом году мы уже свою работу, вы видите, да, динамику, мы работали на чипсовом картофеле, мы работали на продовольственном сорта алоэ. А здесь мы уже в этом году зашли на 90 гектаров, на ранний сорт, это ривьера. Начали мы с обработки посадочного материала и пошли дальше по вегетации. Хочу отметить, что, начиная с момента всходов, которые появились немного ранее, нежели на участке, где была обработка посадочного материала химическими препаратами. Это первое наблюдение, что появились сходы, ну, вперед. И потом, как бы, по вегетации, я думаю, что подтвердят специалисты данного хозяйства, у нас очень красивая была картина, очень, то есть и по внешнему виду, и, как бы, когда мы уже подкапывали и смотрели на развитие корневой системы, мы преследовали ту цель, то, что мы пропагандируем, что на ранних сортах созревание и формирование происходит тоже раньше, если работать биопрограммой. К сожалению, в этом году сложились так погодные условия, когда зашли затяжные дожди, когда вот, ну, не было, ну, как бы, уже, как бы, не попадали мы в свой регламент обработок. То есть, сейчас мы ведем свою политику интегрированно, то есть, работаем совместно, применяются уже химические фунгициды, потому что, подчеркну, ситуация этого года относительно влажности и температуры сложилась в пользу того, что пропущены были обработки, и мы вернулись, как бы, к химическим препаратам. Но, тем не менее, после химических препаратов мы продолжаем применять биологические препараты. Кроме того, были такие еще погодные условия, как вот в этом хозяйстве, как град, досталось картофелю, и град попал. И тут же мы попробовали и внесли препарат. Почему биологически, как бы, в первую очередь рекомендовали? Потому что растения травмированы, и помочь, то есть, антистрессовый эффект, защита, питание, поддержка. Соответственно, через два дня мы рекомендовали заходить химическими фунгицидами. Я подчеркну, значит, наша программа, мы, конечно, призываем к биометоду, но хочется отметить, особенно если это не то, что первый год, а первые 3, 5, а то и 10 лет, надо все равно интегрированно, аккуратно какие-то обработки делать биологическими препаратами, какие-то обработки делать химическими фунгицидами. Почему? Потому что все имеет значение. Восприимчивость сортов раз, погодные условия два. Ну, масса есть обстоятельств, которые следует учитывать. Поэтому однозначно говорить, что вот только так или только этак нет. Теперь я хочу еще подчеркнуть такой момент, что занимаясь этим хозяйством уже третий год, мы, помимо того, что мы сопровождаем однозначно и разрабатываем схемы дозировки, которые, может быть, в следующем году поменяются в силу каких-то уже наблюдений. Мы в этом хозяйстве и, в принципе, с каждым хозяйством, с которым сотрудничаем, имея свою лабораторию, мы берем на анализ почву, чтобы увидеть, какой же микосостав в этой почве, какие препараты рекомендовать. И уже, вы знаете, замечательно то, что уже третий год работаем, мы уже знаем, какие здесь почвы, какие вот, например, ну, как бы, какая картина там по фузариозам, например, или по ряду других заболеваний. И нам легче, да, и предприятию лучше, то, что мы поставляем препарат под вредить, ну, то есть под проблему, скажем так. Тем самым проще тогда и работать, и лучше складывать соотношения в любом случае. Что хочу сказать. Работая первый год или какой-либо там в последующем, я призываю обратить внимание, вот сейчас как раз-таки уже идут полевые работы вовсю, начинать работу нужно с разложения пожневных остатков. Эта обработка называется так, разложение пожневных остатков, но вы, конечно, видите, что происходит лучше там разложение тоже стерни, деструкция ее, но при биометоде, когда мы работаем тоже триходермой, да, что происходит? Помимо разложения стерни, тот микосостав в почве, который в пользу патогенов, он переходит в сторону, то есть работают грибы по фитосанитарному состоянию. Поэтому обращаю ваше внимание, это очень эффективная обработка. И тоже еще хотела подчеркнуть такой момент, что в компании Биотехагра те препараты, которыми мы работаем, они не однокомпонентные. То есть у нас мы работаем, во-первых, это Всероссийская коллекция промышленных штаммов, все наши препараты зарегистрированы, списки разрешенных к применению, ну, находятся сертифицированы. Поэтому, как сказать, под проблему, под культуру, под хозяйство, которое географически может находиться в Краснодарском крае, либо в Ростовской области, в Волгоградской области, мы учитываем все факторы, потому что климат разный, да. Всем большое спасибо, да. Да, конечно. Да, друзья, вопрос. В этом году, в связи со сложившимися погодными условиями, на многих культурах, особенно на картофеле, очень большое развитие бактериологических заболеваний. Вот, допустим, на картофеле начинает черные ножки, кончая других. Ваши препараты, как-то вы проводили наблюдение, хотя бы тормозят развитие бактериозов, потому что, ну, это бедствие. От бактериозов, вы знаете, очень-очень тяжело спасти. Да, я с вами согласна, что бактериозы, это первая бактериалка, когда попадает, ну, растение в эту ситуацию с бактериалкой, а потом тянется весь шлейф, туда уже и альтернарии тянутся, и фузариумы, все-все, вот эти приглашенные нехорошие гости. Мы работаем по этой проблеме, но самое главное, нужно к этому приступать заранее. Понимаете? Проблему лучше предотвратить, нежели потом, когда это уже бахнуло проблема, ну, извините за простоту, да, когда уже случилась проблема, не каждый химический фунгицид срабатывает. Мы работаем в этом направлении, но если заранее, вот мы приступили, например, вот с какой-то обработки, начиная там посадочный материал, всходы, дальше, 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 то вероятность того, что у вас эта проблема будет, ну, она, конечно, сокращается в разы. Работаем, да, занимаемся. Есть еще вопросы? Короче, у вас есть такие препараты? Есть, конечно, есть, да, есть. А кроме картофеля, допустим, может, немножко не по теме, вот многолетние, там, виноград? По всем культурам. Мы работаем по овощным культурам, по зерновым, по техническим, сады, ягода, то есть в теплицах закрытый грунт. Мы работаем со всеми. У нас, приглашаю вас на наш сайт biotechagro.rf, вы зайдете и увидите информацию о заводе. Мы выкладываем все опыты, где мы занимаемся. И там в разделе прям очень удобный сайт, там, например, сады тоже, это вы можете как бы найти нужную страничку и посмотреть, кто применял, что получили и какой препарат нужен. Конечно, обращайтесь в компанию, мы проконсультируем, расскажем, по любой культуре мы работаем. Тема моего выступления – это немного обобщенная тема, наверное, без ухода в детали. Это возможности, перспективы, тренды, развитие системы защиты картофеля, овощных культур, с упором на картофель, для того, чтобы не распыляться. Потому что, действительно, если взять все темы вместе и сразу, то на это уйдет огромное количество времени, отнюдь не 10, а 15 минут, которые достаточно для выступления. Можно следующий слайд? Первый слайд показывает нам те группы действующих веществ специфических, которые зарегистрированы, либо будут зарегистрированы, либо перспективы могут быть использованы для защиты картофеля. На что мы можем надеяться, что у нас уже есть сегодня. Мы говорим о фунгицитах, и мы говорим о специфических заболеваниях в картофеле, таких как фитоптороз, основное его заболевание, и резектаниоз. То есть я ушел от тертериоза, ушел от других заболеваний, которые могут контролироваться уже зарегистрированы препаратами на основе. Страбелуринов, триазолов, издейчайфунгицидов. То есть здесь мы концентрируемся на специфике картофеля. Красным я выделил то, что может быть относительно новым, относительно интересным, и то, что еще нет на сегодняшний день в списке зарегистрированных препаратов. Естественно, такие продукты, как ацелоланины, там всякие бифидоксамы, керолоксилы, бинолоксилы, все это достаточно уже испытанные, традиционные средства защиты картофеля, они уже есть. Этого я касаться не буду, все это прекрасно знают, все это каждый год используют в своих системах защиты картофеля. Я прошу обратить внимание на группу F9, к сожалению, у меня нет указки, чтобы указывать, но она приблизительно в центре, чуть ниже центра слайда, где у нас находится уже зарегистрированный оксотиапипролин, который находится внутри зорлика инкантия, зарегистрированного в свое время компанией Картелла, и в мире этот продукт зарегистрирован под названием, профессиональным названием Орондис, это брендовое название молекулы. Компания Картелла, к сожалению, на сегодняшний день не присутствует на рынке России, но компания Сильгета работает в коллаборации с компанией Картелла по выводу некоторых молекул, мы это увидим на удачном использовании хлоран-корнелепрола, например, ансектицида, как облига и так далее. Соответственно, я очень надеюсь на то, что эта коллаборация продолжится и в сочетании с оксотиапипролином, потому что эта молекула крайне интересна, крайне интересна, системный фунгицид для защиты от битоптороза, и, возможно, какие-то вариации смесевые скорее всего появятся и на нашем рынке в каком-то обозримом будущем. Тренд этот можно предвидеть как бы даже глубоко не зная рынок фунгицидов, потому что это достаточно резонное развитие рынка фунгицидов для защиты картофеля. Ну и молекула от Байер, это Ксивана, тоже брендовое название, флоксапипролин, который, скорее всего, тоже органично появится в портфолио компании Байер, так как необходимо усиливать портфолио, картофельное портфолио, овощное портфолио для компании Байер, на мой взгляд, ну, я думаю, что на взгляд любого человека там есть определенные недочеты, которые необходимо исправлять, и с помощью этой молекулы я уверен, что портфолио значительно улучшится. Чуть ниже, в левом углу, увидите такие действующие вещества, как бентия валика, японская компания Кумяя уже давным-давно имела идею выводить его на рынок в висевом варианте с манкоцебом, или ипроволикарб, это продукт, который давно, в принципе, тоже зарегистрирован компанией Байер, предположим, в Украине, это мелоди дуо, у нас его нет пока, или в Валифиналат, Валис плюс, который тоже давно находился в регистрации, но его до сих пор нет в списке зарегистрированных пестицидов, но, видимо, компании пришли к выводу, что продукт должен быть не только эффективным, но и экономически интересным для тех, и пока их окончательная регистрация временно может быть отложена. Но в любом случае есть на что надеяться. Ну, в этой же группе мы видим базе парфамид, широко известный синтетовскую молекулу, которая достаточно широко используется всеми специалистами для защиты картофеля. Еще одна молекула, отмеченная красным, это амисульбром, которая потенциально находится в той же группе с тем же механизмом действия, что и циазопамид, это наш Ранман ТОП, или там Либертадор зарегистрированный, предположим, компания «Август» или «Шпага», зарегистрированная компания «Агроким-21». Соответственно, их можно применять в будущем, если будет амисульбром зарегистрирован, в ротации, ибо, согласно данным комитета по контролю резистентности, они друг на друга не влияют по степени возникновения резистентности и устойчивости к этому продукту. То есть, тоже достаточно интересный момент. количество групп фунгицидных для защиты картофеля достаточно велико. Основа продуктов – это, конечно, смесевые продукты. И, думаю, в будущем тоже в основном будут регистрироваться не чистые молекулы. Чистые молекулы на сегодняшний день, вот я вижу только, например, там, «Витена-450», чистый цимоксанил. Это такая европейская тема, где принято фермеру самому делать смеси и придумывать, как он будет защищать картофель. У нас более привычная вещь – это все-таки применение готового препарата, который уже сочетает себе, предположим, контактную часть, системную часть, либо закрывает несколько мишеней, например, «Альтердария» плюс «Фитапдороз», как «Страбилурин» плюс, предположим, специфический оумицетный препарат. Ну, конечно, в основном это будут смесевые препараты. То есть, количество продуктов, которые мы видим на сегодняшний день для защиты картофеля от «Фитапдороза» и от «Ризактониоза». От «Ризактониоза» это в основном, конечно, это группа SD-CHAI в правом верхнем углу. Это незарегистрированные на сегодня у нас «Киблюзамиль» достаточно старые SD-CHAI молекулы. Либо флуксапироксат от компании «ДСФ», либо «Пинфлупен» – это часть эмета продукт компании «Байер», либо «Седоксан» – это часть «Вайбранцинтопа» от компании «Сингента». Ну и, естественно, я должен упомянуть наш «Пинцехурон», который обладает иным механизмом действия, очень хорошим для защиты от «Ризактониоза», находясь на принципе, на уровне SD-CHAI молекул даже в сравнительных испытаниях и нашей компании, и компании «Байер». То есть, есть чем защищать картофель и есть на что смотреть в будущее. Это, я считаю, большой плюс. И мы можем надеяться на то, что у нас будут продукты в достаточно широком ассортименте для защиты от целевых болезней. Следующий слайд – это гербициды. Это второй огромный пласт продуктов для защиты картофеля, защита от сорняков. На сегодняшний день я хотел бы упомянуть те продукты, красным опять же отличным то, что может быть потенциально использовано для защиты культуры, но не зарегистрировано на сегодняшний день. Но присутствует на рынке. То есть, например, пирогсосульфон, который находится в 15-й группе внизу в левом углу. Мне было бы крайне интересно увидеть его эффективность на полях картофеля, особенности, если он находится под поливом. Эффективность его находится намного выше из его оппонентов, которые стоят в одной и той же рамочке с ним. Это и пропезохлора, с металлохлором, деметинамидомидом и так далее. То есть, эффективность его очень высока, но он хорошо работает в условиях достаточно увлажнения, почему я сказал, что в условиях полива как бы его использовать достаточно интересно было бы посмотреть. В правом нижнем углу находится это ППО-ингибиторы. Это интересная очень группа, в которой практически на сегодняшний день нет усовищенных сорняков. В ней я включил также те продукты, которые есть в портфолио компании Сумиагра, но они не зарегистрированы на контроль для картофеля. Но вы должны понимать, что в принципе использовать было бы крайне интересно и может быть даже в каком-то будущем они там появятся. Это ифлумиоксазин, который используется как до всходовой, а может использоваться и в ранее после всходовой фазы развития картофеля до 10 сантиметров приблизительно как зинкор. И вторая группа, которая, это соответственно тоже ППО-ингибиторы из группы фенилпирозолу. Это перофлофенэтил. У нас зарегистрирован препарат Кабуки. Зарегистрирован немного странно, на мой взгляд. Все это происходило в достаточно давние годы. Как бы принимались решения без нашего участия. Он зарегистрирован для зерновых культур, где он не так интересен. Потому что он контактный, он вызывает небольшие ожоги культуры, зерновых культур. И естественно никто не будет применять такой продукт, когда есть огромное количество конкурентных препаратов, которые не вызывают фитотоксичности. Он интересен для применения, как его применяют в Европе. Он применяет до всходов, после гремени образования, в период массового прорастания семидорий и зерняков, для того, чтобы убрать их либо в чистом виде, либо в сочетании. Андрей, минутка. А то много. Все, я заканчиваю. Мы тоже можем увидеть, что зарегистрировано достаточно много групп гербицидов для защиты картофеля. Единственный пробел я вижу для поздних обработок противодвудольных на картофеле, для которых в принципе продуктов особо нет, кроме там МЦПА, которые достаточно фитотоксичны и так далее. Но опять же наработки в мире еду тоже бентазон в сочетании с антидотом прекрасно может использоваться для защиты картофеля. Можно в следующий человек? И примеры защиты картофеля. Мы быстро по ним пробежимся. Просто тут уже стоит краткий комментарий. Примеры защиты от различных компаний. Компания Синген. Естественно, основа защиты это бандипропамид, мифеноксам, потенциально миксы оксотиапепролина. В будущем, возможно, опять же, это предположение, которое может возникнуть при изучении рынка картофеля, пестицидов для защиты картофеля. Следующий слайд. Следующая компания Пайер ждем. Может быть, в будущем, при нормальных условиях, это будут миксы флоксапепролина, который будет конкурировать с оксотиапепролином. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста, по-басу особо. Август, который рвется вперед и вперед. Следующий слайд, пожалуйста. Соответственно, Щелково-Агрохин на сегодняшний день не имеет пока особо много препаратов. Следующий слайд. Агроэксперт групп, ТОА, также не имеет много препаратов. Следующий слайд. Ну, шанс очень активно продвигается вперед. Можно отдать, только дать уважение людям, которые регистрируют огромное количество продуктов, но пока что это все на уровне обычных дженериков в следующий слайд. Соответственно, следующий продукт, это следующая система от компании Агро-Рус. Они давно занимаются этими вещами. Соответственно, сейчас они улучшают свою систему, вводя и новые решения, такие как, например, процессор в сочетании пропамокарба с эмаксонилом, так и переводя все СП на ВДГ. Я считаю это большим плюсом. Следующий. Система защиты от Сумиагра, я думаю, многие ее знают, она применяется достаточно активно, это такие препараты, как Иран Монтоп, это первый сэазофамид, выведенный на рынок, это такие продукты, как миксонил, сочетание цимаксонила с хлоротоланилом, это и концентный престиж, который пережили от компании Байер в компанию Самит Агро, и масса препаратов для внесения и почвы, улучшения почвы, и протравивания клубни, как престиж, и наши новые гербицины, такие как Акибона, предположим, Властелин, это МЦПА, Легионер, это Флуазифо, плед я поставил опционно со звездочкой, потому что это продукт для изучения, для внедрения в будущее. Я считаю, что наша схема защиты стоит на достаточно высоком уровне, ее можно применять для защиты картофеля, в принципе, в любых условиях, она может дополняться другими препаратами, но и самостоятельно она, в принципе, выносит все проблемы, решает все проблемы, и, в принципе, я думаю, что мы достаточно уверенно смотрим в будущее. Субтитры сделал DimaTorzok